Сотрудники министерств, федеральных ведомств и районных администраций в эти выходные также вышли на лыжню. В рамках Дня здоровья и спорта в Чебоксарах разыграли награды 15-й спартакиады работников государственной власти. Для многих спартакиада стала отличным поводом отдохнуть на свежем воздухе с семьей. На старт соревнований по лыжным гонкам вышли более 500 человек. Участникам предстояло сразиться за награды в командной эстафете. Мужчины преодолели 3 километра, женщины только километр. В результате на первую ступень пьедестала почета поднялась команда гостехнадзора Чуваши. На втором месте сборная государственного совета «Бронза» досталась представителям Министерства сельского хозяйства. Мне трасса очень понравилась. Есть спуски, небольшие подъемы. Сегодня очень много людей пришло. Это сотрудники органов, исполнители власти, представители местного самопрохождение. Это очень здорово. В программу «Спартакиада» органов государственной власти включили 14 видов спорта. Чиновникам предстоит сразиться в настольном теннисе, уличном баскетболе, мини-футболе, плавании, легкоатлетической эстафете. Впервые в соревнованиях принимает участие команда республиканской прокуратуры. Глава республики отметил, что среди сотрудников органов государственной власти становится все больше любителей спорта. Михаил Игнатьев вышел на старт вместе со своими подопечными и преодолел дистанцию ВИП-забега. «Физическая нагрузка помогает, прежде всего, чиновникам, которые больше, наверное, сталкиваются с бумажной волокитой, с письмами разными, с принятием решений, потому что продукт труда у них – это принятие управленческих решений и подготовка соответствующих нормативных правовых документов. В данном случае эта физическая нагрузка позволяет, что делать? Мысли хорошие приходят, идеи хорошие приходят, которые потом будут реализовывать в реальной своей работе».